Нижегородская коллекция книг по следам протопопа Аввакума продолжает пополняться. Собрание дополняется в преддверии 400-летия Аввакума Петрова, священника Русской Церкви. Сейчас там уже 40 старообрядческих изданий, напечатанных в Нижегородской губернии. Многие из этих книг являются библиографической редкостью. Вот, например, цветник 1836 года. Так в Древней Руси называли сборники духовных повестей и рассказов. А это сказание о иконе Богородицы Феодоровской, датируемой 1899 годом. Раньше доступ к этим книгам был ограничен, теперь же каждый может свободно ознакомиться с ними через интернет. Выложив их в электронные библиотеки, мы раскрыли доступ для читателей российских, проживающих на огромной территории Российской Федерации. Также для заграничных исследователей, которые чисто физически не могут посетить Нижний Новгород. Но, тем не менее, ссылки на наши рукописи в их публикациях присутствуют. Это стало возможным благодаря новому аппарату о цифровке книг в библиотеке имени Ленина. Вместе с на таком сканере переводится в цифру около 5000 листов. Раньше там уже был сканер, но с помощью новой теперь можно сканировать книги с толстым переплетом, а также большие газеты, которые попросту не помещались на старый аппарат. Перед оцифровкой книги и газеты проходят путь подготовки. Газеты сначала приносят в реставрационную мастерскую, здесь их расплетают, потом их ремонтируют, реставрируют, промывают и после этого только отдают на реставрацию. С помощью такого сканера, на таком сканере, мы формируем региональный страховой фонд. Это очень важно, который мы можем интегрировать в общероссийское пространство. Комплекс планетарного сканирования закуплен в целях реализации национального проекта «Культура». В общем, планируется цифровать старопечатную литературу, напечатанную в тайных старообрядческих типографиях, а также издание, рассказывающее о истории старообрядческих общин Нижегородского края и многие другие не менее важные книги. Сергей Щеплягин, Артём Таранков, Алексей Завулов. Время новостей.